Представьте себе, что вначале находимся в некоторой точке на плоскости, а дальше каждым шагом наединицу с одной и той же вероятностью сдвигаемся влево, вправо, вверх или вниз. Идем в задний шаг. Скажем, если мы вначале были здесь, то оказываемся в следующий момент времени на одной из этих четырех точек. Например, сделать такой шаг. Тогда после этого мы можем пойти сюда. Можно пойти сюда, сюда или сюда. Представьте себе, например, сюда. Идем сюда или сюда. Задача. С какой вероятностью через 2n шагов мы вернемся в изначальную точку? Только важно. Не то, что первый раз вернемся, а нужно, чтобы, сделав 2n шагов, мы оказались бы в той точке, из которой мы начали движение. А по ходу дела, запросто могли в ней побывать, могли не побывать. То есть это не важно. Ответ очень простой. Давайте объясню, откуда 4 степени 2n. Ну, это очень просто. Каждый раз на 2n шагов, на каждом из 2n шагов, мы выбираем один из четырех вариантов. Это просто правило произведения из кандидатов. Четыре степени 2n. Оказывается, для того, чтобы доказать эту формулу, есть длинный способ, который я сейчас расскажу. И есть совсем короткий способ, который настолько замечательный, что вообще можно ничего не писать. Он очевидный. Надеюсь, что пока я буду рассказывать длинный способ, вы все-таки будете пытаться продвинуть короче. Он очень красивый, очень простой. Пусть 2k шагов мы сделали по горизонтали, тогда надо выбрать из всех 2n шагов 2k. Это делается число сочетаний из 2n-2k с хвостом. Дальше. Когда мы выбрали по горизонтали, надо половину из них сделать, чтобы мы шли вправо. А остальная половина будет влево. Это делается число сочетаний из 2n-2k с хвостом. Дальше. Мы уже знаем, что 2n-2k шагов. И знаем, какие. Потому что это не те, когда идем по горизонтали. Мы идем по вертикали. Из них опять половину мы идем вверх. Итак, вот это вправо. Выбираем k из 2k. Здесь вверх. n-k из 2n-2k. На самом деле, если кто видел такое значение, то можно было бы обойтись без этих строчек. Потому что есть такая задача. У нас есть всего 2n букв. Из них k букв вправо. k влево. Вверх и вниз. Буквы четырех видов. Сколько существует слов длины 2n? Ответ. Как известно, это 2n кв отреал. Изберить на k влево. Ну, собственно, через произведение число сочетания мы тоже самое получаем. Почему? Потому что здесь сокращается. Видите, вот эта вот 2k влево. Сокращается с этим 2k влево. И, соответственно, вот эта вот 2n-2k влево сокращается здесь. Остается те самые кафтериал, кафтериал на минус, кафтериал на минус, кафтериал на минус, кафтериал. Как теперь это украшение? Очень просто. 2n в квадрате на 8. Потому что от k зависит от числа. Домножаем на n в квадрате, соответственно здесь и дерево, чтобы ответ не изменился. И здесь получается просто сумма квадратов чисел сочетателей. Но это должность, по которой называют некоторые тоже Немонда, некоторые тоже Свинчоу. Сумма квадратов чисел сочетаний из n в руках, взятых по всем числам, взятых до n. Это в точности число сочетаний из 2n по n. Все. Здесь у нас уже есть вот такой множитель число сочетаний из 2n по n. И получился ответ. Число сочетаний из 2n по n в квадрате. Ну, для тех, кто забыл как доказывать вот это вот должность возначения, давайте ее мы с ней подпишем. Сумма число сочетаний из n по k умножить на число сочетаний из n по n в квадрате. Это тоже самое на самом деле. Если k прибегает от значения от 0 до n. Да, вот эта сумма равна числу сочетаний из 2n по n. Ну, каким образом? Ну, это по-разному. Сам простой способ такой. Представьте себе, что у нас есть n мужчин и n женщин. И из этих 2n человек нужно выбрать n человек. Сколько способы мы это сделаем? Ну, поверьте просто. Это число сочетаний из 2n по n. Нужно же выбрать n человек из 2n. А можно так. Мы берем k мужчин, а остальные – n – к женщинам. Какой мужчин можно выбрать? Число сочетаний из n по k способами. Ну, соответственно, у женщин тоже самое. Число сочетаний из n по n – к способами. Так, это я все же сказал. Теперь легкий способ. Возвращаемся к слове задачи. Так как же можно было решить задачу, что называется, сразу? Без вычислений, без дождества про сумму квадратов числа сочетаний. Очень просто провести две прямые. Примуру y равно x. Вот такую прямую. И прямую y равно минус. И посмотреть, что с точки зрения такой системы координат происходит, когда мы делаем g. Ну, смотрите. Если мы сделали сначала координат шаг вправо, в единицу. То в этой системе координат, на самом деле, мы сделали следующее. Мы прошли половину диагонали в этом направлении и половину диагонали в этом направлении. Хорошо. А если мы сделали шаг вверх, тогда мы прошли ту же самую половину в этом направлении и в обратную сторону в этом направлении. А если шаг влево, тогда прошли половину диагонали сюда и половину диагонали сюда. Все просто. Каждый шаг по пиндоктальному и вертикальному изображается в виде шагов по каждой из этих осей, причем либо в эту сторону, либо в эту сторону, либо в эту сторону, либо здесь, и здесь тоже, по сюда, по сюда. Чтобы вернуться в точку, с которой мы начали движение, разумеется, здесь надо было сделать столько же шагов в эту сторону сколько и назад. То есть из всех двух н-шагов надо выбрать н-шагов, когда мы по этому направлению движемся сюда. Остальные н-шагов идут сюда, это шелсочетание, двое-пое. Мы независимо от этого, надо по этой миссии выбрать. В н местах мы будем идти туда, а в остальных аммистах будем идти сюда. Отсюда и получается независимое удовлетворение по этому правилу произведения исследователя работает. Получается ответ. Число сочетания из двух н по n в квадрате. Формула Стивлинга утверждает, что n в материал можно записать в таком виде, где это число от нуля до единицы. Что здесь главное? n разделить на е в степени n. Ну, конечно, при большей вернии корень в группе n стремится в бесконечности. А вот эта величина стремится к единице. Причем довольно быстро. Потому что 1 разделить на 12n стремится к нулю. Ну и соответственно, е в степени 1 делить на 12n стремится к единице. Прекрасно. Просто два раза ее используем. По формуле Стивлинга напишем 2n в материал и n в материал. То есть 2n в материал. То есть подставить на единице 2n. Ну и получится, значит, какое-то другое число. Нет это, какой вариант. Ну, посчитали, посчитали. И получили здесь вот такой ответ. Так, это уже у меня совсем ограничительный ответ. А здесь получили такое 2 в степени 2n. Это вот отсюда. 2 в степени 2n. Очевидно, е сократилось. Е в степени 2n и здесь е в степени 2n. Вот здесь вот корень е в дважды 2 скатится с этой бойкой. В знаменателе осталось корень пен. Вот. Ну, теперь осталось что? Квадрат в этом вести и разделить на 4 в степени 2n. Как раз сократится с 2 в степени 2n в квадрате. И останется единицей делить на пен умножить на е в такой степени. Ну, Олег, λ-4θ это какое-то число от минус 4 до единицы. То есть, если у нас θ почти единица, а λ-0θ будет минус 4. То есть, на самом деле, оно еще меньше. Ну, не важно. Не важно. Это маленькое число. Это маленькое-маленькое число. Соответственно, будет стремиться к единице. И мы можем окончательно сформулировать ответ. Вероятность после 2n шагов оказаться в начальной точке это единица делить на пен. Ну, например, там есть чумножитель, там есть или какой-то, но это уже мелочи. Все.